Добрый день, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на своем канале «Магия успеха, старое и самопознание». Сегодня предлагаю общий онлайн расклад на три варианта. Тема будет такая «Что хочет от вас Вселенная сегодня, чтобы вы сделали?» Может быть, на что-то обратили внимание, либо действительно это будут реально действия. Я не знаю, что будет выходить для трех вариантов, поэтому сейчас, пожалуйста, сосредоточьтесь на себе. Задайте также мысли на вопрос «Вселенная, скажи, пожалуйста, что мне нужно сделать сегодня?» Что мне нужно сделать сегодня? К чему вас подталкивают высшие силы? Что вы должны куда продвинуться, куда сдвинуться? Ну и так далее, да? Что хочет от вас Вселенная? Что она от вас хочет, желает? Чтобы вы, может быть, что-то осознали. Не знаю, как пойдет, поэтому... Выбирайте, пожалуйста, одну из трех карт, которые будут лежать на столе. Итак, для первого варианта «Что хочет от вас Вселенная?» каких действий, да? Для второго варианта «Что хочет от вас Вселенная?» каких действий? И для третьего варианта «Что хочет от вас Вселенная?» каких действий? Выберите, пожалуйста, интуитивно одну из трех карт. Хотите, две выберите, если вам одной недостаточно, да? Кому не хватает времени, пожалуйста, видео ставьте на паузу. А мы начинаем. Итак, давайте посмотрим, приветствую единичек. Давайте посмотрим, что хочет от вас Вселенная. Так, Вселенная хочет, чтобы вы сейчас обратили внимание на какое-то свое положение, в котором вы находитесь. И, возможно, вы не действовали, а, наоборот, бездействовали. Давайте более подробно посмотрим, так ли это на самом деле. Вам нужно, знаете, такое ощущение, как замереть. Ну, сейчас, подождите, мы добавим все-таки более подробно, потому что любая карта второго, любая карта, она многозначна, да? И тут давайте более конкретно, конкретизируем все-таки, да? Действие или бездействие, да, все-таки? Действие или бездействие. Действие или бездействие. Вот, знаете, хочу вам сказать, скорее всего, это будет бездействие. Если у вас назревает какой-то конфликт с каким-то мужчиной, либо это может быть по работе с вашим руководством, начальством, пожалуйста, не входите вот в эти энергии конфликтные, потому что может получиться следующим образом. Бой, сражение вы, может, и выиграете, но вот саму войну вы проиграете. Поэтому прежде чем вступать в конфликты с кем-то, пожалуйста, подумайте много раз. Вам нужно просто сейчас замереть и не двигаться. Замереть и не двигаться, чтобы вот не получить вот этот вот негатив. По пятерке мечей, ну, здесь действительно получает негатив. Я не думаю, что каждый из нас вот хочет постоянно какие-то там склоки, там, какие-то ссоры, ругань, сквернословие, допустим, то же самое, когда у нас мы сильно раздражены, бывает, что вылетает, да, и тогда вот эти вот негативные энергии, они же взращиваются, они тем более еще хуже влияют на наше здоровье, на нашу вообще нервную систему, и потом по итогу страдает наша вся психосоматика, вот здесь вот сразу начинает себя показывать, да, активно проявляться. Так вот здесь вот я бы, наверное, вот исходя из того, то, что показывают мне карты, все-таки рекомендация идет такова, что не действовать. Не действовать, просто постарайтесь как-то немножечко себя утихомирить, потому что у вас уже и так нервы на пределе, возможно, у вас идут какие-то головные боли, возможно, эта ситуация у вас повторяется не один раз. Вы знаете, такое ощущение, как по кругу ходите в данной ситуации, то есть один раз у вас какой-то конфликт с каким-то мужчиной, да, второй раз конфликт с каким-то мужчиной, зачем вам это надо? Просто немножко возьмите такую паузу по позиции, подумайте, все хорошо, представьте, как-то постарайтесь себя обезопасить в данной ситуации. Вы можете просто промолчать, либо можете просто куда-то удалиться, быть на каком-то конкретном расстоянии от данного человека, да, чтобы вот это вот страсти, накал, они как бы, ну, сошли на нет, вот могу даже так сказать, сошли на нет. Постарайтесь себя как-то немножко урегулировать, и вот на дни колоды заходите в свою конкретную зону комфорта, и постарайтесь там пока в ней и находиться, и туда никого не пропускайте. Это был первый вариант. Большое спасибо, кто смотрел единички. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, и теперь переходим к двоечкам. Приветствуем двоечек. Давайте посмотрим, что хочет от вас Вселенная, да, к чему как бы она вас двигает, что-то вы, может быть, должны сделать, либо наоборот не сделать. Что вы должны сделать? Что вы должны сделать? Наверное, выспаться. Вот здесь так и хочется сказать. Выспаться. Выспаться. Давайте более конкретно тоже уточним. На самом деле такой аркан тяжеловатый. Скорее всего, вас беспокоит, идет конкретное какое-то беспокойство. Это беспокойство, оно больше надуманное на самом деле, это беспокойство. То есть, где-то вы что-то преувеличили. Может быть, не так все печально и грустно, как вам кажется. Давайте уточним. Еще раз повторюсь, карты Таро. Одна карта Таро, она очень многозначна, многогранна, поэтому лучше ее уточнить. Лучше ее уточнить. Что хочет сказать вам Вселенная? Что хочет от вас Вселенная? Ну, она хочет, чтобы вы вышли вот из каких-то своих страхов. Это вот уже однозначно, да? Вышли из своих страхов, из каких-то своих предубеждений. Возможно, действительно, вам нужно выспаться. Энергию вы можете получить днем, активно, общаясь. Знаете, еще вот, что хочет от вас Вселенная? Скорее всего, вас беспокоит какой-то финансовый вот здесь вопрос. Финансовый вопрос. Стабильность именно в финансовом вопросе. И у вас к этому пришло какое-то сознание. Я не знаю, либо вы деньги, может быть, кому-то одолжили. И вот теперь страх, что, может быть, вы деньги взяли в займу в банке, да? И вот у вас теперь идет конкретное сознание, что ваших средств вот прям впритык, понимаете? И вам нужно как-то все правильно рассчитать, пересчитать для того, чтобы вот как-то правильно распорядиться. И на все вам хватило. Вот здесь вот вам высшие силы говорят, что вы должны сделать. Вы должны обратить внимание на свою какую-то финансовую сферу, но не загоняться. Нет, ни в коем случае. Вам просто нужно взять, что вот конкретно осознать то, что у вас есть на сегодняшний день. Доходы, расходы, да? Все как бы вот прям четко посчитать, чуть ли не вплоть до копеек. И распределить ваши траты на будущее, да? Что вам куда нужно будет двигать. Вот здесь вот однозначно будет именно по финансам, да? Но обязательно вам нужно выйти вот из этого состояния. Может быть, не такая страшная и ситуация, как бы по факту, да? Вы больше нагоняете на себя. Вы больше, получается, усложняете. Сами себе еще хуже делаете. По, опять-таки, по девятке мечей вы очень мощно можете влиять вот этими своими переживаниями на свою психику. Вот энергетику вы можете взять вот прямо от солнышка. Вот я не знаю, ну солнышко же у нас, может быть, конечно, и пасмурная погода сегодня у вас будет. Но если даже солнышко выйдет, пожалуйста, посмотрите на солнце. Вот прям личико подставьте к солнышку. И вот попробуйте, чтобы вот прям пропиталось, вот вы пропитались этим теплом от солнышка. Очень здорово, очень помогает. Вот прям энергия появляется. Если, допустим, действительно у вас там сегодня дождливая погода или что-то такое, откройте картинки, где есть солнце, где нарисовано солнце. И солнце, естественно, которое улыбается. Вот, ну может быть, я сейчас какие-то совсем детские вещи говорю, но поверьте, это работает. Это работает. И вам это поможет. И вы что-то поймете. Вы успокоитесь, это в первую очередь. Вы успокоитесь. Только нужно глаза прикрыть, представить, что вот солнышко светит, вам тепло, вам хорошо, вам уютно, просто успокоиться. И чтобы ваши мысли, они собрались в какой-то один единый пучок. И тогда вам будет проще найти вот выход из той ситуации, допустим, в которой вы оказались, которая загнала вас именно вот в эту девятку мечей, где вы, возможно, действительно по ночам не спите, прям чуткий сон у вас может быть, прямо от любого шороха вы просыпаетесь и так далее, да. Вот здесь вот вам нужно, конечно, будет посмотреть, да, посмотреть, посмотреть. Вот здесь вот на дне колоды у меня восьмерка мечей, да, лежит. Здесь все равно стараюсь периодически обращать внимание на дно колоды и не закрываться, да. Если, допустим, к примеру, у вас вот о своих проблемах, постарайтесь не говорить и не загоняйтесь в своих страхах. Вот никому не говорите о своих проблемах, постарайтесь эти проблемы, проблемы свои решить самостоятельно. Но только не загоняйтесь в своих страхах. Ну, вот так вот могу сказать. Большое спасибо двоечкам, благодарю. Если вы еще не подписаны на канал, пожалуйста, подписывайтесь и в комментариях пишите, как, конечно же, проигрывается данный вариант. А мы переходим к троечкам. Итак, приветствуем троечек. Давайте посмотрим, что хотят вам от вас высшие силы, да. Ну, чтобы вы определились в чем-то здесь уже однозначно, потому что у вас есть какой-то конкретный выбор. Какие-то две вещи, и они между собой, ну, знаете, по значимости одинаковы, равнозначны. 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 Давайте более подробно уточним эту карту, посмотрим, да, о чем здесь все-таки будет речь идти. На что высшие силы, что они от вас хотят, что они от вас хотят. Так, и нации, борьба. Борьба. Вот, знаете, честно, у меня такое ощущение здесь идет, что... То ли вы должны принять какое-то участие в каких-то спортивных соревнованиях, вот, состязаниях, да, то есть по пятерке, вы понимаете, по пятерке жезлов здесь это могут быть реально какие-то спортивные соревнования, ну, что-то, какая-то борьба, да. То есть там, где я должен победить, однозначно. И, возможно, на кон поставлены деньги. Возможно, на кон поставлены деньги. И из-за этого идет какой-то конфликт. Надо вам участвовать или не надо? Интересно. Надо вам участвовать или не надо, да? Борьба. Также, возможно, эта борьба, знаете, идет за какой-то свой капитал, за какое-то свое недвижимое-движимое имущество, вот что-то такое здесь. И эта борьба, понимаете, она перерастает в какой-то вот как конфликт. Что от вас хотят высшие силы? Что от вас хотят высшие силы? Ну-ка, еще немножко мне непонятно, что хотят высшие силы. Вот смотрите, в любом случае для вас открывается какой-то шанс. Что-то такое большое урвать, ухватить. Это может быть какое-то предложение. Вы, допустим, озвучили это предложение, и с ним кто-то не согласился, и вы, получается, вы боретесь. Ну, давайте, такой пример приведу. Вам предложили поехать куда-то в какой-то другой город, либо за границу, и там вам обещают, в принципе, довольно-таки хорошую зарплату. Но кто-то этому препятствует, и на этой почве у вас возможен конфликт. И у вас теперь дилемма. Как мне быть, а может быть, действительно, тот человек, допустим, с которым у вас борьба, может быть, он действительно прав, может быть, я как-то тороплюсь с какими-то выводами. То есть, быстро, как бы, принимаю решение на поездку куда-то, да, ну, как вариант, да. Тут на самом деле вариаций может быть куча, тьма. У каждого будет все равно своя ситуация. Смотрите, но в любом случае, что от вас хотят высшие силы, вы, вот знаете как, чтобы вы все-таки не сдавались, не сдавались, и ухватили вот этот шанс, который к вам идет, потому что по девятке Пентакли, по тузу Пентакли, это довольно-таки могут быть хорошая прибыль. Ну, это будет что-то такое весомое для вас, понимаете, это что-то такое большое будет. Не обязательно, конечно, может быть, это прям финансов-финансов, но что-то такое значимое. Опять-таки, это может быть касаться каких-то, вот, чуть ли не соревнований, да, спортивных имеется в виду, да. Предложили вот это вот, где-то поучаствовать. То есть, высшие силы говорят, ну, берись, берись, борись и берись, как говорится, да, за этот шанс. И тогда вот девятка Пентакли, в принципе, у тебя будет в кармане. Ну, вот такой был третий вариант. Большое спасибо. Пишите, пожалуйста, в комментариях, у кого как проигрывается. Будет очень интересно почитать. И если вы еще не подписаны на канал, конечно же, подписывайтесь. Буду рада вас видеть среди подписчиков. Ну, я с вами прощаюсь. Всего доброго, как всегда. До новых встреч. Пока-пока.